Продолжение истории с отмыванием почти 150 миллионов гривен на закупках топлива для Минобороны. Одному из возможных фигурантов дела Владимиру Трофименко избрали меру пресечения. Его, напомню, детективы на бузы держали накануне. Суд постановил отпустить подозреваемого под личное обязательство. Он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Трофименко фактически владелец компании Trade Commodity, которая и продавала горючее оборонному ведомству. Его обвиняют в растрате госсредств в особо крупных размерах. В самой компании силовики провели обыски. Подробности у Елены Миндалюк. Trade Commodity. Так звучит название компании крупного поставщика топлива и победителя миллиардных торгов. Ее офис находится в Днепропетровской области в провинциальном городке Каменскуя. В обычной хрущевке на первом этаже. Под него в 2011 выкупили несколько квартир. На момент основания уставной фонд едва достигал до 7,5 тысяч гривен. Жители хрущевки говорят, несколько дней назад на фирме были обыски. Ночью было, либо до утра было. Потому что я пришел в 8 часов с работы. И здесь было выставлено. Зашел, ну что ж такое. Ну, мой творог. А здесь была охрана была. Микротовый стоял. Говорят, опуск. Входную дверь уже отремонтировали. Компания Trade Commodity работает. Но увидев съемочную группу подробностей в камеры видеонаблюдения, сотрудники закрыли все замки. Перестали впускать кого-либо. Внутренне попали даже специалисты по сигнализации. Я видел одну женщину с ней разговаривала. Видел вывеску. Все. Вывеску Trade Commodity? Ну, вроде как Trade Commodity. Почему не рада журналистам? Понятно. В Киеве задержан инвестор компании Владимир Трофименко. НАБУ обвиняет его в преступном сговоре со служащими Минобороны. Фирма в 2016 году получила из госбюджета более 2 миллиардов гривен за поставки топлива. Эксперты разъяснили подробности, по какой схеме работала Trade Commodity. Компания выходит на тендер с минимально возможной ценой на топливо и автоматически становится победителем. Далее инициирует подписание дополнительных договоров. По ним стоимость поставленной продукции возрастает дорыночно и даже выше. Так происходило при покупке топлива для нужд Минобороны. В результате из госбюджета были выведены почти 140 миллионов гривен. В Trade Commodity все отрицают, утверждают, топливо поставляли на выгодных условиях, а повышение цены мотивировали ростом стоимости дизеля на биржах. Мы взяли цены из висника державных закупиваний на те же самые виды топлива в тот же самый период. И по ним видно, что цены у других закупщиков почему-то выше, чем у нас. Как выяснилось, компания снабжала топливом и крупнейшие госкомпании, такие как Укрзалезныцы и Центрэнерго. Им по госзаказам продали 200 тысяч тонн горючего на сумму, превышающую 7 миллиардов гривен. Крайне неоднозначная ситуация, потому что до 2015 года ее никто не знал. В принципе, в 2014 году никто из ее учредителей не светился в таких объемах поставок товара. Поэтому, как они резко перешагнули такой предел, возникают вопросы, потому что, возможно, была договоренность с рядом чиновников, что будет приближать именно эту фирму. Эксперты уверены, выиграть такие миллиардные торги компания без влиятельных покровителей не могла. Кто они? Ответ должны дать в НАБУ. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Телеканал Интер. Днепропетровская область.